Субтитры делал DimaTorzok Так же у тебя канал называется? Да, точно, абсолютно так Свиздрайвик на английском, а на русском, ну на русском, русскими буквами Но можно все на английском написать Подписывайтесь, очень позитивный парень, очень красивые вещи там интересные рассказывает и показывает Сыть, какая сладкая парочка, посмотрите на них Еще 27 человек до 200 подписчиков, поддержите канал, пожалуйста, очень нужно Это очень промотивирует тоже дальше снимать, продолжать Мой модератор Алиса передает вам большой привет Говорит, что вы неплохо смотритесь Ну и я же говорю, я вот рекомендую его, потому что приютил наше солнышко светило дальнобоя нашу Светлану Новикову Большой молодец, это хорошо, когда человек с открытой душой, добродушной Это всегда очень и очень здорово Слушай, ну какая-нибудь, будет ли у тебя пикантная история про крейс или нет? Секрет какой-нибудь расскажешь? Ну да, нет Про камеры в кабинах, нет? Есть камеры в кабинах у них? Нет А прослушка есть? Прослушка, возможно, у всех есть, но это через телефон несложно сделать Ну а ты блок этот сама видела, который у них идет на GPS, там на вот эти все на контроле Ты видела его вживую там? Нет? Ни разу не видела? Нет Вот, а я в Транстирии, я тебе скажу, я в Транстирии залез, конкретно снял панель, достал этот блок И там прямо порт стоит для микрофона, то есть, ну там подключены все провода И прямо порт для микрофона стоит, ты представляешь, ну в нем ничего не было То есть, я конкретно его достал, посмотрел, поставил назад и закрыл, все Хулиганы Так что там оборудование все может следить, это такой момент, интересный Тем более, что блогеров, знаешь, им как интересно, что ты там будешь снимать, что там делать и так далее Слушай, но когда, будешь менять компанию или будешь работать дальше? Ну, буду ждать, сейчас вот зарплата совсем все жестко стала Они вообще раньше хоть минималку тысячу в месяц выплачивали, сейчас они вообще скатились до 600 евро И как-то совсем это стало не очень интересно, потому что ты ездишь долго, я 10 месяцев езжу, да? Естественно, за это время потребуется нехилая сумма, которую, блин, потом неизвестно Заплатят они, не заплатят Слушай, а почему вы не можете договориться, чтобы они тебе каждый месяц кидали зарплату на карту? У нас такой договор, и все, они не считают нужным Ты же понимаешь, что тебя кинут? Рано или поздно Рано или поздно, да Надо вовремя уйти Не, ну, я просто тебе говорю, что из практики они специально так делают То есть оттягивают вот эти суммы, оттягивают, оттягивают А потом это хорошо, если, ну, хорошо, блин, не дай бог, конечно Я имею в виду, что ты, да, что-нибудь сделаешь такое, например, там, груз уронишь там Или там кража какая-то, ну, что-нибудь вот такое вот И они просто под этот шумок просто лишают тебе денег Или, если этого не происходит, они начинают сами придумывать какую-то хероту И тебя динамить Вот, я тебе настоятельно советую, тем более, что ты крутой дальнобойщик Или, как говорится, сейчас уже, наверное, эти фенимитивы, да, дальнобойщица Вот, ты же, да, уже дальнобойщица или дальнобойщик? Как правильно? Ца Ца, дальнобойщица Ты крутая дальнобойщица, ездишь по 10 месяцев, пацаны, по 10 месяцев Это просто какой-то, блин, караул И я тебе скажу, что тебя любая компания заберет вот просто с руками Я тебе скажу, я вот работал у поляка, да, часть водителей, как ты, работают, а деньги там 2-3 месяца У меня так, я вот еду, сажусь, меняюсь в Гамбурге на бус, пока доезжаю до Варшавы, деньги уже у меня на карточке Ну, то есть я просто сразу сказал, говорю, ребят, я вот в эти игры ваши как бы играть не хочу Мне это как бы нафиг не надо То есть я четко отработал, претензий нет У меня, я сдал машину, ее проверили, что все в порядке Ну, следующий водитель, я имею в виду И как бы, извините, но вот, пожалуйста, мне в течение суток заплатите Потому что, ну, как бы, а зачем мне, чтобы вы мои деньги где-то там крутили и так далее Ну и, как бы, я тебе советую все-таки переходить на такой план Потому что потом, ну, ну, ты понимаешь, да, чем это все может закончиться И, в общем-то, потеряешь деньги и нервы Очень много условий, так как бы я такой водитель Вроде бы компания не очень, но тут очень много условий, которые меня устраивают Во-первых, я не буду меняться на буси Ты же понимаешь, я еду, блин, с велосипедом, с компьютером, с кучей камер, штативы, света Нет, дроны Это пипец, на буси меня никто не возьмет Мне надо для одной буси, во-первых Я еду на своей машине, сразу приехала, машину оставила Села в машину, мне там день дали, чтобы я ее привела в порядок И все, спокойно вещи разложила, что лишнее в свое сложила и поехала Комфортно все Вот, что мне еще... Ну, у нас еще гостиницы были, у нас 45-ку оплачивали Сейчас уже гостиницы у нас нет Поэтому, слава богу, у меня тут... Если я еду мимо жене, то я, конечно, стараюсь заехать к Андрею В том году мы там и на круг ходили В бассейн ходили, когда все еще до пандемии было Конечно, вообще все было круто Типа Андрею как бы... Ну, Андрюха красавчик Уловили, там ей мультиварку передавали, потому что у него мультиварка ломалась И там чего только не было Инвертор у меня первый раз, мы с тобой познакомились, у меня инвертор сгорел Мне надо было подключить новый инвертор, Андрюха привез Какие-то инструменты, там на паркинг просто приехал Мы с ним первый раз... Чемоданчик с инструментами привез там Мультиту тоже подарили Ну, красавца че Ну так, слушай, Андрюха, так может тебе увольняться со своей пожарки И заниматься этим размещением дальнобойщиков Там, ремонт фурта, еще что-нибудь там, установкой Чего-нибудь, ты как раз на таком маршруте стоишь Ну, я на самом деле в пожарной части добровольничаю То есть это дополнительное такое занятие Вне моей работы, в моем вот этом самом лимузин-сервисе Да, поэтому у меня вот эти Мерседесы, V8, 222-е, Лексусы и так далее Все эти обзоры есть на канале Видел, видел я, да-да-да Пока вот я катаюсь по Швейцарии У меня пробег по Швейцарии где-то около 80 тысяч километров Я вот нехило катаюсь, ну пока как-то Пожарная часть, это всегда было вторым таким занятием Там я получил, между прочим, бесплатно Надо будет как-нибудь об этом рассказать Категорию C1, D1 Иначе в Швейцарии в автошколе это дорого А там на пожарных машинах я вот научился ездить И я являюсь специализацией в пожарной части Водитель пожарной машины Слушай, а скажи мне, а сколько ты в Швейцарии живешь? Более 20 лет уже А сам ты откуда, где ты родился? Я родом из Болгарии на самом деле Я болгарин, но у нас в семье язычные корни И всегда язык оставался в семье Так что вот поэтому я неплохо говорю по-русски Мама интеллигент, человек частейше говорит по-русски Преподавала русский язык в университете в Софии В том году мы с ней Мама филолог, да-да-да Филолог вообще А вот Свет, а ты уже с мамой его познакомилась? Да Ну мы с Андреем, друзья, знаешь, как меня называют? Так как я бро, он, видите, какой здоровый А я такая маленькая, он меня назвал Брошка Брошка Это мой бро, а я Брошка Да-да-да-да Ну на самом деле в прошлом году мы маму забрали с собой Поехали на этот паркинг Показали маме, что такое грузовая машина Что такое кабина Она даже туда чуть-чуть забралась Потому что, ну, мама у меня такой человек Более вот это филология, языки Так, подождите, подождите, подождите Я так понимаю, что все это дело куда-то идет Я правильно понимаю, нет? Нет-нет-нет У нас чисто дружба, чисто А, ну я понял, да-да, чисто дружба, да Короче, на свадьбу меня позовете, хорошо? Чисто дружба, подружим там на свадьбе Договорились? Мама, нет Нет, ну хорошо, все, договорились Нет так нет, но на свадьбу позовете, если что Окей Живем, увидим, жизнь покажет Андрюха тут, не, Андрюха жениться ни за что не будет У них в Швейцарии развод очень дорогое дело Поэтому сказал, жениться я никогда не буду ни на ком Ну, тут очень сложно, конечно, с разводом потом Так что пока что Ну так а зачем жениться, если ты разводиться собрался, е-мое Я тебе говорю, не женишься ты, женюсь я Поживем, увидим, жизнь покажет Ясно Ну что, ребятки? Маме, извиняюсь, показали, что такое грузовая машина Потому что у нее прав не было никогда в жизни Я даже не представляю, что такое легковая машина Ездила всю жизнь пассажиром И мы тут ее привезли на паркинг Она там забралась, посмотрела Такая, а, вау, как ты тут живешь, как ты тут ездишь Обновная штука И чтобы мама поняла, что это из себя представляет Я понял Посмотрела, чем занимается ее невестка Да? Ну вот так Приходи к тебе на стрим, блин Все извратишь Это, как это, пусть говорят, да Тут это вообще Я тут вообще не на своей территории Я тут пришел по приглашению Так что вот Андрюха, послушай, тут люди спрашивают А почему у тебя форма похожа на форму пожизненно заключенных в России? Это на самом деле форма от французских пожарных Вот с логотипом нашей части И вот тут просто такие ленты светоотражающие А тут звание Я в прошлом году получил старшего пожарного за 8 лет А так Секундочку У нас под этим дело Это не стриптиз Так что Музыка А делаешь, кстати, профессионально Вот такая, такая, такая маечка Вот тут с полоской красной И тут написано Сапогпомп На французском Сапогпомп И что означает Ну, спасатель пожарного Что-то такое И логотип нашей части Ну, прикольно Это французская Французских пожарных тоже такая же форма Но поскольку Часть Швейцарии разговаривает на французском И некоторые вещи, как форму пожарных Мы перехватили у французов на самом деле Ну, нормально Ну, красавчик Светлана Сейчас Когда поедешь в Питер Мы с тобой уже, наверное, много лет пытаемся Это все, переписываемся, короче говоря И Ты все-таки как доберешься когда-нибудь до Питера Если ты доберешься туда с этой работой И тебя впустят в страну Ты все-таки черкани Если погода будет более-менее Сейчас, в принципе, я уже на нормальных колесах Чуть посвободнее стал Блин, мечтаю съездить в Питер Произделаешь мне экскурсию по Питеру Это было бы круто И вот Кирилл мне Бирюков пишет Он там, кстати, недалеко Он в Эстонии живет Кирилл Бирюков Это тоже Ну, вы же знаете, это же тоже блогер Дальнобойщик Значит, пишет Вот, говорит, могу подвезти, довезти И, говорит, жилье и все такое И вообще, нам надо какой-нибудь слет сделать Только сделать его в Питере Ну, то есть, чтобы можно было Посмотреть на культурную столицу всего мира Андрюха, ты как? Не в Россию попасть не так легко Потому что нужна виза Нужен оспуск Там это все надо решать А у вас же что-то на весну было запланировано Пожарное Ну, это когда-то, да Андрюха, Андрюха, я тебе скажу так Есть два варианта Ну, видишь, просто пандемия немножко тут Есть два варианта Первый в багажнике я тебя провезу Второй вариант Это просто-напросто у нас в Беларуси без виз есть Ну, прям, вот сейчас закончится Только вся эта канитель тут с выборами У нас есть без виз Я тебе просто оформлю приглашение И ты без визы можешь приехать Сядь в машину, да и поедем Собственно, нам такое надо будет уложиться По-моему, там 10 дней или сколько Ну, чтобы вернуться назад Там все Ну, я тебе потом все это дело расскажу Все, ребята, спасибо Что пришли ко мне на стрим Спасибо, что пришли ко мне на стрим Крису большой-большой привет Помаши им ручкой Что, Андрюха? Удачи на дорогах Соблюдайте дистанцию Кириллу Вирюкову отдельный привет Потому что именно с его канала Я начал смотреть каналы про дальнобой И так вышел на твой канал И на канал Света и так далее Так что ему привет и респект Там по этой Скандинавии С этими снегами Очень классно Спасибо большое Он все слышит Светлана Мой тебе отдельный респект Я всегда тобой гордился Восхищался Ты прекрасная женщина Умная, красивая Ну, 10 месяцев дальнобой Это очень Это круто даже для меня Я тебе хочу сказать Все, ребятушки Держитесь там Спокойной ночи там Или Че вы там Чем собрались заниматься Вот Ну, в общем-то Рвотик маме Сейчас будем фондю готовить На самом деле Это крутяк Маме большой привет от меня Спасибо Все, ребятушки Пока-пока Спасибо, что пришли Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok